Добрый день уважаемые дамы и господа с вами Константин Белый я отвечаю на ваши вопросы вернемся немножко к температуре в бане мы говорили об этим вопросом но видно не всем понятно почему потому что многие производители чтобы оправдать свои печи кажется вот компания допустим теплодар на своих листовках пишет что у них печь для бани которая может выдавать как говорится температуру в бане там от как они пишут от 60 до 100 градусов в их понимании вот это вот банные режимы от 100 градусов там до 120 градусов это у них саунные режимы ну во первых вот эти режимы это вообще бесполезные режимы в банных режимах больше восьмидесяти градусов вообще нельзя делать больше восьмидесяти градусов при восьмидесяти градусах цельсия уже уже сложно создавать паровые режимы мы меньше пара применяем это только в том случае если печи у людей стоят не банные а саунные и они смогут как-то так сделать чтобы они не завалили температуру на сауне вот эти вот режимы которые я не ну не представляю как можно париться при саунных режимах и некоторые говорят мы паримся ну при этих режимах только картошку варить но никак не это не париться париться можно при режимах вот мак моем понимании 40 60 градусов до 80 это допустимые режимы вот это настоящие банные режимы почему настоящие давайте вспомним с вами при какой температуре живет основная часть болезнетворных бактерий она живет до 40 градусов потому что потребитому мы поднимаем когда уже выше 40 градусов уже у нас здоровый климат в бане если у нас здоровый климат бани и если мы как говорится воздействуем на эти бактерии в течение часа там температурой где-то 50 градусов которые мы вполне в течение часа вы выдержим в бане что мы убьем основную массу бактерий основная масса бактерий будет убита по температуре 50 градусов 60 градусов уже нам не дадут долго находиться в бане мы должны уже выходить насколько у как говорится мы оздоровимся если мы будем часто выходить с бани особенно это касается при вот этих 100 градусах там 120 даже 80 градусов мы долго не будем находиться в бане зашли-вышли зашли-вышли поэтому основной принцип бани оздоровления очищения не будет соблюдаться если мы будем просто часто вот вот эти вот делать эти заходы с большими отдыхами и маленькими прогревами эффекта от такой бани не будет поэтому баня должна иметь длительное время воздействия а для этого должны быть мягкие режимы которые бы позволяли нам вполне реально применять пар потому что пар нам еще дополнительно дает согревание за счет конденсации на теле если это вы знали и дополнительно убивает вот эти болезнетворные бактерии плюс тому что еще запускает кучу процессов в организме поэтому польза бани тогда когда вы находитесь в нормальных температурных режимах ну не там кратковременно можно как некоторые я хочу прогреться ну сделали до 80 этому спустились до 60 нормально вот эти режимы это не то что не полезны это просто вредные режимы если это кто-то не понимает сейчас поймет потом когда некоторым приходишь и говоришь тут что ты по не ходишь нет уже не хожу я уже не выдерживаю не могу я уже все уже сердечко не выдерживает голова не выдерживает задыхаюсь когда начинаешь раскладывать по полочкам ха у него оказывается он 120 нагнетает заскочит заскочит туда и все больше боится да мало того после этого бежит охлаждается еще больше простывает как некоторые говорят сходил в баню и простыл конечно вы же не прогрелись а вы обожглись и застыли поэтому вот это вот эти режимы вредные вот эти допустимые вот эти режимы это то что нужно нам это наши благородные банные паровые режимы русской бани всем добро а